МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барановичах продолжается проект, не забывая прошлого, смотреть в будущее. В Барановичском райисполкоме состоялась 54-я сессия районного совета депутатов 28-го созыва. В Барановичах подведены итоги конкурса «Спасатели глазами детей». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Уникальное горно-обогатительное производство «Открывает Беларусь нефть» в Брестской области, сообщили на предприятии. Этот проект белорусских нефтяников – важный шаг в направлении импортозамещения и укрепления сырьевой независимости компаний. Как отметили на предприятии, в перспективе продукция будет обеспечен внутренний и внешний рынки. Напомним, создание производственного управления «Белкварц» в Малорицком районе подразделение по выпуску фракционного кварцевого песка началось меньше года назад. Все необходимые работы завершены в рекордно короткие сроки. Фракционный кварцевый песок необходим для операции по гидроразрыву пласта. Эту методику «Беларусь нефть» активно применяет для добычи трудноизвлекаемых запасов черного золота. Расходными материалами при проведении ГРП являются пропанты и пески, которые ранее приобретались за пределами страны. Специалисты компании подобрали им отечественную альтернативу. Для «Беларусь нефти» это абсолютно новый промышленный формат. Вместе с тем он позволит обеспечить экономический эффект, в частности сократить расходы при проведении ГРП на 30%. И предложит жителям региона более 30 рабочих мест. В Баранычах продолжается проект «Не забывая прошлого, смотреть в будущее». Патриотический форум собрал участников на базе гимназии номер 3. Перед началом мероприятия для гостей была организована тематическая выставка. Память о событиях Великой Отечественной войны, выдающихся участниках, героических подвигах наших соотечественников на фронтах и о труде в тылу. Скорбь о погромных потерях духовно объединяет наше общество. В 2024 году исполнится 80 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По инициативе Баранычской межрайонной прокуратуры и управления по образованию горисполкома, к знаковой дате с 15 февраля в городе реализуется проект «Не забывая прошлого, смотреть в будущее». Накануне инициатива пришла в гимназию номер 3. В работе форума приняла участие заместитель Барановического межрайонного прокурора Ирина Новицкая, которая дала старт акции «Читаем о войне». Источниками информации об этих подвигах являются не только архивные документы и учебники истории. Война, ее герои, их подвиг описаны также и в художественной литературе, которая в большинстве своем основана на реальных событиях. По мотивам многих художественных произведений сняты художественные фильмы. Например, по книгам Михаила Шолохова «Они сражались за родину», Бориса Васильева «Азори здесь тихие», Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» сняты фильмы с такими же названиями. Я думаю, многие из вас вместе с родителями их смотрели. Это глобальные, серьезные такие, великие произведения о войне. Гимназисты ознакомили с видеороликами, созданными учащимися и педагогами в ходе акции «Дети Барановичей» ветеранам Великой Отечественной войны. Напомню, цель инициативы – вспомнить всех, кто воевал в годы войны, написав письмо сочинения в знак благодарности за победу, сложить его в виде солдатского треугольника и отправить получателям. Ребята подарили свои письма, а также теплые слова бывшей малолетней узнице Людмиле Ковальчук. Наша гимназия присоединилась к проекту «Не забывая прошлого, смотреть в будущее» и активно участвует в нем. Данная инициатива позволила показать наши гимназические проекты патриотической направленности, такие как детский музей и страницы истории. Эти инициативы в интересной доступной форме рассказывают об истории, подвигах и героизме наших предков. Это интересная и творческая форма патриотического воспитания, которую осуществляют сами дети. На Брещене, в том числе и в Барановическом регионе, сотрудники госавтоинспекции с 1 по 5 марта проведут профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности автомобильных перевозок. Об этом сообщили в УГАИ УВД облсполкома. Рейды также направлены на соблюдение требований законодательства в области транспортной деятельности при осуществлении перевозок пассажиров водителями автомобилей такси. ГАИ проверит техническое состояние транспорта, необходимую документацию. Также инспекторы уделят особое внимание правомерности переоборудования автомобилей, выполняющих перевозки пассажиров. В Барановическом райисполкоме состоялась 54-я сессия районного совета депутатов 28-го созыва. С докладом об итогах работы депутатского корпуса выступил председатель районного совета депутатов Сергей Слива. 18 февраля 2018 года состоялись выборы в местные советы депутатов 28-го созыва. За период 28-го созыва председатели сельских советов депутатов умело использовали потенциал избранных депутатов в интересах своих территорий. Некоторые из них стали своеобразным резервом кадров для последующей работы на должностях более высокого уровня. Главное, что жители Барановического района увидели в народных избранниках людей, способных доводить до власти позиции рядовых граждан. Об этом, подводя итоги, рассказал председатель райсовета депутатов Сергей Слива. Мы подвели итоги. Я выступил с четным докладом, где мы рассмотрели все те, скажем так, достижения, которые нам посчастливилось выполнить и достичь. Мы не хотим говорить о том, что мы сделали все, потому что для качественного улучшения жизни наших граждан предстоит сделать еще многое, многое, многое. Но самое главное, что мы отметили, что любое достижение возможно только в совокупности хорошей взаимосвязи между законодательной, исполнительной властью разных уровней и населением нашего Барановического района. Тогда будет результат. Период деятельности депутатов 28-го созыва был наполнен значимыми политическими, экономическими и общественными событиями. Работа народных избранников была направлена на укрепление суверенитета страны, развитие экономики и рост благосостояния населения. В ходе заключительной сессии депутаты Барановического районного совета депутатов утвердили изменения в решении райсовета о районном бюджете, а также заявление Сергея Сливы об освобождении от занимаемой должности в связи с выходом в отставку. Вновь избранный депутатский корпус – это люди, знающие район, знающие проблемы населения. Поэтому я думаю, то, о чем мы сегодня говорили, будет той отправной точкой начала их работы. А жители Барановского района, которые сделали выбор в единый день голосования, буквально 25-го числа, не будут сомневаться в том, что их выбор сделан правильно. Поэтому вновь избранному депутатскому корпусу я хочу пожелать достижений, творческих успехов, ну и, наверное, тоже достойно быть депутатом Барановского районного совета депутатов уже 29-го СОЗОВа. Ну, а всем хочется сказать большое спасибо за совместную работу в течение 28-го СОЗОВа. В завершении заседания Сергей Слива самым активным депутатам вручил заслуженные награды. После зимней спячки проснулись и активизировались многие виды животных, в том числе и эксодовые клещи, которые в Брестской области просыпаются раньше, чем в других регионах страны. Это обусловлено происходящими климатическими изменениями. В последние годы отмечаются теплые короткие зимы, что и способствует раннему наступлению клещевого сезона. В юго-западном регионе в нынешнем году первых проснувшихся клещей заметили 31 января в Каменецком районе. В первой половине февраля активных клещей регистрировали во многих районах Брестской области. В 2023 году на Брещене за медицинской помощью после укусов клещей обратились 4166 человек. Чуть более трети из них были дети и подростки. Для предупреждения о распространении инфекционных заболеваний специалисты проводят аккорицидные обработки на территориях зон отдыха, летних оздоровительных лагерей, парков, скверов, агроусадьбах и в других местах. В Баранущих подведены итоги конкурса «Спасатели глазами детей». Напомню, цель проекта – развитие творческих способностей учащихся, пропаганда безопасности жизнедеятельности. Ребята демонстрировали свои способности в нескольких номинациях. Поделка, скульптура, модель пожарной аварийно-спасательной техники, рисунок, сказка, рассказ, стихотворение и стикер-пак. Из многообразия работ жюри было сложно сделать выбор, ведь каждая из них хороша по-своему. Краски, карандаши, нитки, пластилин, дерево и бумага – для воплощения задуманного в ход шел абсолютно разный материал. Изобилие работ представленных конкурсов впечатляет. Результат у детей получился достойный. Макеты пожарных аварийно-спасательных частей, техники, поделки, рисунки о буднях и праздниках спасателей, стихи и сказки. Мальчишки и девчонки демонстрировали таланты, передавая в работах свое видение ежедневного подвига огнеборцев. Конкурс «Спасатели глазами детей» прошел в 26-й раз. В этом году было представлено более 250 работ в 8 номинациях. Выставка поразила высоким художественным уровнем, разнообразием и впечатлением богатством детской фантазии. Здесь можно было увидеть поделки из дерева, стекла, соломы, глины, современных средств спасения и исторические модели. Работы были представлены на такие темы, как безопасное поведение дома, на воде, на природе, профессия спасателей, опасные игры и многое другое. А для того, чтобы попасть в финал, нужно пройти строгий отбор, чтобы потом достойно быть представленным на областном уровне. С каждым годом участников конкурса становится все больше, а это значит, что с каждым годом определить лучшие работы становится все сложнее. Ведь все авторы стараются по максимуму проявить фантазию. Судейская коллегия объективно оценивала представленные изделия с учетом сложности выбранной темы, применяемого материала и, конечно, качества исполнения. Победителя ждет областной этап. Победители конкурса будут обязательно награждены подарками. Однако спасатель глазами детей объединяет не только победителей, но и всех участников, которых за это время было немало. За время более чем 20-летней истории проведения конкурса выросло уже немало поколений тех, кто хотя бы раз попробовал себя в творческом конкурсе на тему безопасности. Учащиеся не перестают удивлять членов жюри своими творческими способностями, креативом и вовлеченностью в вопрос безопасности жизнедеятельности. В Барановичах с 6 по 8 марта пройдут традиционные ярмарки «Цветы ко дню женщин». Решение принято городским исполнительным комитетом. С организатором ярмарок выступает Барановичская городская ЖКХ. Например, приобрести яркие букеты для представительниц прекрасного пола можно будет вдоль пешеходной улицы Советской с 10 утра до 8 вечера. Кроме того, цветочные площадки будут размещены во всех микрорайонах города. Руководителям субъектов хозяйствования, физическим лицам необходимо обеспечить недопущение несанкционированной торговли на прилегающих к объектам территориях. Незаконная продажа влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин